Квартирный вопрос по-прежнему остается проблемным для некоторых жителей Чувашии. Премьер-министр Иван Маторин провел заседание рабочей группы по защите прав дольщиков, пострадавших от недобросовестных застройщиков. По состоянию на текущий месяц в списке проблемных остаются два многоквартирных дома в Чебоксарах, а это 161 пострадавший участник строительства. По строящемуся дому на проспекте 9-й пятилетки заслушали доклад представителя строительной компании «Гарант» Минсаида Зейнуддинова, который рассказал о ходе работ на объекте. Чтобы сдать дом в установленные сроки в четвертом квартале текущего года, председатель правительства Иван Маторин рекомендовал застройщику организовать работы в две смены. Минстрою поручено провести проверку на месте и при необходимости направить соответствующие материалы в прокуратуру и правоохранительные органы республики. Вторым долгостроем на проспекте Тракторостроителей занимается строительно-монтажное управление номер 58. Здесь без жилья остались более 80 участников долевого строительства. Проблема заключается не только в нарушении сроков работ, но и в постоянном росте цен за квадратный метр жилья, что, по словам председателя правительства, недопустимо в отношении дольщиков. У нас есть надзорный орган, кто обязан надзирать за долевым строительством. Это Министерство строительства. Вот в рамках решения нашей рабочей группы, Олег Иванович, приказом своим оформляйте, согласовывайтесь с прокуратурой и проводите, если плановое, значит плановое, если не плановое, значит по согласованию проверку. На заседании были рассмотрены и другие вопросы строительства в городе Чебоксара. Как сейчас, так и в дальнейшем решение проблем будет находиться на постоянном особом контроле правительства республики. Александр Гаврилов, Сергей Рябчиков, Республика.